Дай почитать. И то, что компания Samsung начнет выпускать телефоны, которые сворачиваются в трубочку, и то, что в школу вернутся устные экзамены. Вот девочка из 2018 года оказывается в 1980 году, а мальчик из 1980 переносится на ее место. Разумеется, годы и время разные, но на самом деле время зависит от человека или человека от времени. Очень любопытно читать ощущения детей от перемены пространства, но и время всегда хорошее. Мы это с тобой точно знаем. Да, время меняется, меняются всякие там гаджеты, приспособления, но главное, что остается знание человечность и человек. Книга написана в жанре дневниковых записей детей, которые описывают свои чувства и переживания, попав в другое время. Правда, и то, и другое время изображены несколько схематично и утрированно. В каждом, безусловно, есть свои достоинства и недостатки. Дети прекрасно справились с трудностями, они остались добрыми, отзывчивыми людьми, а это, по мысли авторов, и есть самое главное. Хотя Витя, попав из 1980 года, думает, что он участвует в эксперименте и не должен никого подвести, но для него главное, друг, переживание за то, что он бросил его в трудную минуту. Оля из 2018 года уверена, что попала в компьютерную игру, а значит, на остальных наплевать, надо спасать только себя. Выводы очевидны. Конечно, много странностей в книге, так ребята просыпаются практически в телах друг друга. Личность свою они сохраняют, но у Оли Витины родители, школа, друзья, и все уверены, что Вити не было, а была девочка Оля. У Вити то же самое. Книга по-настоящему мудрая и предназначена для вдумчивого читателя. Она о том, что всегда в жизни надо видеть самое лучшее. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч!